Для ямальских любителей сладости настал новый виток жизни. В Ярселе появилась кондитерская. Раньше выпечкой пирожных, кексов и тортов занимались немногие предприятия и только по заказу. А сейчас для сладкоежек открылось настоящее раздолье. Медовики, кексы, пончики, печенье, слойки – выбор большой. Амина Каркмазова, предприниматель, а по совместительству повар и кондитер заметно волнуется. Хочется, чтобы домашняя выпечка понравилась людям. Это единственное, что ничего нет у нас в Ярселе. Не хватало свежей выпечки, свежего хлеба. Как бы домашняя выпечка, никаких улучшителей не добавляем. Как дома делаем, так и тут. Идея открытия кондитерской назревала давно, говорит Амина. Печь она любит. Поэтому, когда домашние уже не смогли съедать многочисленные кексы, торты и хлеб, решение пришло само собой. Пора менять объемы производства и целевую аудиторию. Я была давно, решила это с помощью отца. Он посоветовал уже, давай, начинай, можешь. Могу, согласилась Амина, и вот результат. Начало положено. Народ с радостью скупает кулинарные изыски. Ирсалинцы кондитерскими изделиями вполне довольны. Я живу в этом доме, поэтому для меня не было сюрпризом, что они здесь открываются. Я взяла медовик, выглядит очень аппетитно, и два круассана. Прекрасный будет ланч. Что сегодня купила? Пирожные с вишенкой. Хорошо. А что тебе еще здесь понравилось, кроме этих пирожных? Ну, тут все аппетитное, и хотелось бы все попробовать. Действительно, глаза разбегаются от такого изобилия. Посетителям также предлагают кофе, травяной чай, молочные коктейли, пиццу и торты на заказ, свежий хлеб, кавказский лаваш, итальянскую чиабатту, французский багет. Французская кухня, кстати, вдохновила Амину дать название своему предприятию – багет. А кондитерское дело воодушевило на благотворительность. Будем составлять списки детей-инвалидов, чтобы на дни их рождения изготавливать торт бесплатно. Малый бизнес в Ямальском районе набирает обороты. С появлением новых предприятий открываются новые возможности для жителей. И это не может не радовать. Дарья Зимина, Николай Нагуричи, Ямальское телевидение.